Губернатор Тверской области провел расширенное заседание антитеррористической комиссии. Участие в рассмотрении вопросов приняли руководители территориальных органов, федеральных органов государственной власти Тверской области, министерств и ведомств региона, главы муниципалитетов, представители духовенства, религиозных конфессий. Главная тема обсуждения — обеспечение антитеррористической безопасности на территории региона, принятие дополнительных мер по формированию у жителей региона стойкого неприятия идеологии терроризма. Среди приоритетных направлений работы, обозначенных главой региона, оперативное проведение дополнительных проверок защищенности объектов и мест проведения массовых мероприятий. Ключевая задача правоохранительных органов власти, исполнительных органов власти — не допустить терактов на объектах массового появления, скопления людей, на объектах промышленности, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры. Конечно же, при проведении культурных мероприятий, спортивных и иных массовых мероприятий. Важной составляющей профилактики террористической угрозы является системное противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Как отметил Игорь Руденя, необходимо реализовать дополнительные меры по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма, особенно в молодежной среде. Особое внимание должно быть уделено вопросам миграционной политики. Ни одна религия из традиционных религий Российской Федерации не поддерживает терроризм, устремление к нему, либо людей, участвующих в этих бесчеловечных акциях. Наша общая работа должна быть направлена на обеспечение максимальной безопасности жизни и здоровья наших граждан, повышение эффективности системы комплексной безопасности на территории Верхневоложья. В Верхневоложье последовательно решается задача по сокращению числа иностранных граждан, задействованных в экономике региона. Для этого принимаются различные меры. Увеличивается стоимость патентов, устанавливается запрет на определенные виды экономической деятельности, которыми могут заниматься иностранцы. Работа ведется в интересах коренного населения. Высвобождаются рабочие места, которые могут занять жители Верхневоложья, в том числе молодежь.